Здравствуйте, друзья! Каждый день на Курской косе происходят разные события, порой которые остаются за кадром и общедоступных новостей. Сегодня стартует наш новый проект под названием «Личный контроль». Теперь я буду лично рассказывать вам о интересных событиях, о жизни национального парка, сотрудников национального парка, работы учреждения. Мы вместе проведем экскурсии по маршрутам национального парка, по поселкам. Выясним, что нужно делать для того, чтобы и на территории парка, и в поселках жизнь стала лучше. Мы это делаем для того, чтобы привлекали сюда большее количество туристов, которые приезжали и уезжали от нас с большим удовольствием. Для нас важно, чтобы в поселки и в национальный парк нам приезжало как можно больше людей. И оставляли хорошее мнение и о парке, и о поселках, и хорошие воспоминания для себя. Ежедневно национальный парк посещает сотни туристов. И не всегда к концу рабочего дня территория остается такой чистой, которой она была в начале. Для этого я, чтобы смотреть за территорией, ввел дежурство среди замов и начальников отделов. Для того, чтобы был полный контроль по территории наших маршрутов, поселков. Они будут осуществлять дежурство, начиная утром, осматривая все места прохождения, и к вечеру то, что остается от наших туристов. Прежде всего, это сделано для того, чтобы показать работу сотрудников национального парка. Каждое утро сотрудники будут фотографировать места маршрутов наших. К вечеру будут показаны те места, которые уже после наших туристов. О чем я прошу наших туристов, гостей, старайтесь меньше мусорить в национальном парке. Все-таки мы, это наше общее достояние. Мы пришли сюда посмотреть ландшафты, природу, и нужно ее ценить и сохранять для нашего будущего. Кроме того, выходные идеи являются рабочими для государственных инспекторов в области охраны окружающей среды. Основные нарушения, с которыми приходится сталкиваться, это разжигание костров, нахождение в заповедных зонах и хождение по открытым белым дюнам. Мы постоянно проводим разъяснительную работу, рассказывая, что хождение по дюнам приводит к разрушению этих красивейших песчаных гор. Разведение костров грозит катастрофой, лесными пожарами. Минувшие выходные прошли довольно спокойно. Люди стали более бережно относиться к уникальным природным ландшафтам косы. Нарушителей инспекторы не нашли, зато повстречали на побережье интересного балтийского гостя. Он, правда, испугался съемочную группу и поспешил уплыть подальше от нас. На территории национального парка установлено более 50 видеокамер наблюдения. На площадках стояночных у нас установлены скрытые камеры для предотвращения правонарушений в виде краж. Вот прямо сейчас я могу наблюдать, как у меня работают сотрудники КПП, что происходит на КПП, какие машины проезжают. Это можно проводить по всей территории национального парка. Помимо моих замов и начальников отделов, я лично осуществляю контроль нахождения на территории национального парка. Поэтому, по возможности, наши уважаемые туристы, гости, меньше нарушайте правила нахождения на территории национального парка. Курская коса всегда была местом притяжения творческих людей. Мы пригласили художников для того, чтобы возродить историко-культурные традиции косы. Потом резкими мазками мы добавим вот так вот белую краску и немножечко ее размажем, для того, чтобы у нас появились живые облака, для того, чтобы появился воздух, воздух, которым мы сегодня здесь дышим. С 14 по 18 июня в поселке Рыбачи проходил пленэр. Гости парка имели возможность познакомиться с яркими представителями современного искусства. Гретой Димарис, уже известный парт-резиденции в Королевском Бару. Ольгой Дмитриевой, Ириной Денисенко, Натальей Вороновой и многими другими. Помимо самого пленэра, художники современного искусства проводили мастер-классы для школьников и читали познавательные лекции в поселковом клубе для всех желающих. Не знаю, вот сейчас я опять вспомнила то, что самое бывает трудное. Когда приходят дети или взрослые, самое трудное, это когда приходит человек и говорит, я не умею, сделайте мне все. То есть, ну не то, что трудное, но это такой момент. Люди приходят и, ну, есть какой-то пиетет о том, что что-то делает всегда профессионал. Художник рисует или там скульптор лепит, а что ты не можешь. Вот объяснить человеку, что каждый может все. Что-то просто кусок глины, что-то приятно. И что-то ты можешь быть богом, вот взял и что-то сотворил. А завершился пленер выставкой продажи работ его участников. Всего было представлено более 50 картин, исполненных в самых разных стилях. Не только художников привлекает коса, но и таких путешественников, как Вилли-тракторист, который проезжал на прошлой неделе по территории национального парка и порадовал и сотрудников, и наших гостей, и всех, кто его видел. Он путешествует из Европы в Санкт-Петербург. Удачные ему дороги, долгий путь, потому что его скорость не превышает 20-30 километров. О том, как мы его встречали, смотрите в рубрике без комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это были все новости, о которых я хотел рассказать. Мне очень важно ваше мнение. Подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети. Оставляйте комментарии. И до новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА